Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. И сегодня у нас в гостях не просто люди, которые занимаются бегом, а которые называются марафонцы. Не просто марафонцы. В общем, обо всем по порядку. Давайте представлю вам гостей. Это Кирилл Олейник и Владислав Копейкин, которые являются, как они назвали себя, ультрамарафонцами по пересеченной местности. Правильно я назвался, да, Кирилл? Да, все верно. А что значит ультрамарафонц? Чем отличается? Ну, во-первых, бегун. Есть же такое понятие, человек, который бежит. Бегун? Ну, бегун. Атлет. Да? От марафонца. А марафонец от ультрамарафонца. Марафон – это дистанция 42,2. Так. То есть очень многие люди называют любую дистанцию марафоном. Ну, потому что далеко. Это не совсем верно, да. 42,2 – это дистанция марафонская. Все, что свыше 42 километров, это называется ультрамарафон. Правильно я понимаю, что марафонская дистанция – это тот знаменитый древнегреческий миф, когда вот через 42,2 человек прибежал. И умер. И умер, да. Ну, в нашей версии все-таки, слава богу, мы еще после этого еще и бежите. И вы у нас в студии. Владислав, скажите, а что должно быть в хорошем смысле слова в голове человека, чтобы заставить себя бежать не то, что там 10 километров. Я помню, 100-метровки иногда вот так хватало в школе. А вы бежите еще даже не только марафонскую, но и ультрамарафонскую дистанцию. Ну, самое главное – это цель, то есть дойти до конца, стремление к этому. Вот. И на преодолении данной дистанции происходит и отрицание происходящего. То есть… Не могу. Да, не могу. То есть происходит куча всяких психологических, так скажем, процессов, которые сначала отрицание, потом принятие, потом просто опустошение. Ты просто движешься, заставляешь себя и идешь к заданной цели. А что происходит, когда вы прибежали? Неважно даже, вот, дистанцию прошу. Это вот самая интересная стадия на самом деле. Да? А что? Что, Кирилл, происходит? Ну, вот все эти стадии, когда ты проходишь на дистанции, наступает такой момент, когда ты хочешь бросить вообще все, в принципе. И мы бежали, наверное, на 75-м километре. Мы хотели прибежать, выкинуть все вещи спортивные и больше никогда не бежать вообще в жизни. Как только мы пересекли финишную черту, мы поняли, что в следующем году мы побежим 100. Ну, вот сейчас мы поговорим о подготовке, обо всем. Давайте мы пока оттолкнемся от последнего вашего участия, или, как говорят киношники, от Крайнего, да? 24 июля вы принимали участие в мероприятии спортивном, которое называется Golden Ring Ultra Travel. Правильно она назвала? Да, совершенно верно. Что это такое? Это международный забег, там есть разные дистанции. Мы бежали одну из титульных дистанций. То есть самая большая – это 100 километров. Мы бежали 80. Ну, 82 километра у нас получилось. Преодолевали мы в течение 13 часов. Я вот сейчас хочу понять, сколько у нас от городского округа Люберцы до Кремля? Километражи. Меньше гораздо. Меньше. Меньше, да? 35 примерно. То есть вам до Кремля, вот прямо после программы вы можете легко добежать. За сколько вы можете до Кремля примерно добежать? Ну, часа 3-4. Да. Да? Часа 3-4. Понятно. Ну, если что, вот знаете, к кому обратиться. Кирилл, я и Кириллу, и Вячеславу, и Владиславу, простите, вопрос такой. А как вы пришли к этому? Ну, просто бег – это такая история. Ну, я понимаю, там спортсмены. Вам сейчас сколько лет? 29. 29. Когда начали… 5 лет назад. 5 лет. То есть это не какой-то такой глобальный там путь. Нет. С детского возраста. А как пришли к этому? Это случилось спонтанно. Опять же, на Golden Ring Ultra Trail мы приехали в 2017 году в первый раз. Да, в 2017 году мы приехали в первый раз просто в город Суздаль посмотреть сам город. И там проходил этот забег. То есть вы еще не бегали? Мы зарегистрировались сюда на самую маленькую дистанцию, 10 километров, дабы просто как-то провести время с пользой и отдохнуть. Ну, Суздаль, да. Да, очень красивый город, всем советую, кстати, съездить, посмотреть. Вот. Пробежали, понравилось. На следующий год побежали 20 километров. Опять же. И… Каждый год увеличивали? Каждый год мы увеличивали дистанцию. И за 5 лет мы просто уже собрали компанию людей, которым это нравится, которым нравится отдых там. Мы просто… Это у нас как уикенд уже. Угу. То есть каждый год мы стабильно в любом случае едем в Суздаль в июле. А как бегать-то начали вообще марафон? Тут люди по городу с трудом передвигаются-то. Я начал бегать, можно сказать, на карантине. Более, так скажем, профессионально. Ага. Вот. И готовился параллельно. Был карантин, все было закрыто. Все забеги отменили. Очень надеялись, что данный забег состоится. Вот Golden Ring, Ultra Trail как раз. И он один из самых первых… Состоялся. Да, состоялся. Вот. Я бежал дистанцию 30 километров в тот раз. Я финишировал один. Без Кирилла в тот раз было. Он видел мой старт и видел мои эмоции на лице. И с тех пор мы неразлучно начали бегать и увеличивать дистанции. Друг за другом или друг от друга. Пар по-разному. По-разному. А вообще бегать-то почему начали? Ну вот живет человек себе, занимается. Это же не основная ваша профессия бег? Нет. Когда впервые вы побежали? Вообще, я имею в виду, больше, чем там 10 метров пробежали-то. Это, ну, на карантине это самый доступный вид спорта. Нет, до карантина вы не бегали вообще? Ну, это было очень редко. А почему? Нестабильно. Просто для общего развития бегали, да? Залы были закрыты. Все было закрыто же, по сути. Нет, я имею в виду, вот услышите меня, человек там в 20 лет начинает заниматься, в 15, начинает активно заниматься спортом, бегает каждый день, с ним работает тренер и так далее. И к 30 годам он уже там бежит в марафон. Вы-то почему побежали? Просто захотелось себя преодолеть. Это история про преодоление себя. Есть мотоцикл, есть ракли. Мне кажется, это один, ну, бег и плавание, наверное. Это один из самых энергоемких и затратных видов спорта. Особенно на большие дистанции. И потом появилась компания, да, потихонечку обрастающая компания коллег, да, с которыми вот… Ну, это друзья наши, да. Ну, можно сказать, мы своим примером смотивировали многих людей. И вот даже у нас есть такие примеры, как некоторые люди, благодаря нашему примеру, начинали бегать и за полгода скидывали по 35-40 килограмм. Да, это как диета марафонская. Да, то есть мы помогали как бы со спортом, параллельно с питанием, то есть они становились нашими товарищами. И у нас уже такое есть небольшое комьюнити, так скажем, беговое. И вот мы сейчас вот собираемся уже на следующие старты уже таким, состоявшейся компанией. Ну, это, в общем-то, уже команда, то есть это можно назвать командой? То есть или это пока еще… Да, мы, кстати, сейчас разрабатываем уже свои футболки. Хотим сделать клуб беговой свой. Ага, и уже выступать, так сказать, под бренды. Кстати, ну, раз это, я так понимаю, что частично это проходит на таком любительском уровне, но если говорить о профессиональном подходе, как у них там это происходит, то есть вот такие марафонские… Ну, есть Олимпийские игры, конечно, да, которые никто не отменял, хотя они тоже, да, пострадали у нас от пандемии, какие-то были, немножко не такие. Вот к чему вы стремитесь, если вы создадите команду? Это все-таки будет любительская команда или постепенно это уже превратится в профессиональный? Так скажем, если смотреть на профессиональный уровень, мы немножко уже опоздали. Да, но вы же можете набрать молодежь и тренировать их тоже как-то… В перспективе… То есть если вы создаете клуб? Такой цели нет. То есть пока это все идет поинтересу? Любительский, дружный, так скажем, командный забег, ну, что-то такое. Понятно. А кто еще участвовал вот в этом конкурсе? У меня две сестры, одна родная, двоюродная. Не, не, я имею в виду вообще глобально кто еще. Там вообще 5,5 тысяч человек. 5,5 тысяч человек. Да, ну это если брать все дистанции в общем. А какие там дистанции есть? 10, 20, 30, 50, 80 и 100. А 100, сколько бежало человек? 900 человек. 900 человек бежало? Это самая практически большая дистанция, ну, в плане численности. Ну, 100 километров, да, это уже так, километров 30 еще добавить, и уже переслать в Залески будут. Да. И что самое интересное, когда открывается регистрация, она, как правило, открывается за год, примерно за 3 часа раскупают все слоты. Ну, то есть тысяча человек сразу раскупают именно 100 километров. Остальные все еще... То есть это самая популярная дистанция и съезжают, ну, со всех уголков мира, так скажем, побегать. Ну, мы во второй части с вами поговорим уже технически, я имею в виду, как готовиться, как дышать, как бежать. То, что я вот, вы говорите про эти километры, а у меня уже такое ощущение, что одышка начинается, знаете? Вот. А еще поговорим о вот этом вашем увлечении. То есть правильно я понимаю, да, Кирилл, что это просто вот такое какое-то правильное увлечение? Ну, сейчас же мы все говорим, там, о спортивном образе жизни. Ну, просто стало интересно преодолевать себя. Но при этом вы же видите, как преодолевают себя ваши друзья, да, партнеры... Да, 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 это очень сильно мотивирует. Меня всегда встречает жена на финише. На любом финише, где бы я ни бегал, она всегда меня встречает. Я всегда несу ей букет цветов. Ага. А жена не бегает? Жена нет, не бегает. Да, то я подумал, что жена-то хорошо бегает, что она первая прибегает и встречает. Не-не-не, не бегает. Владислав, какие обязательно есть традиции сейчас вот у... Ну, знаете, как у артистов там выходить из одного кулисы, там, курить нельзя на сцене, например. Ну, много всяких разных таких примочек. Есть у марафонцев какие-то с какой-то ноги там или что-то надо поплевать, я не знаю, на площадку? Какие-то есть такие? Да каких-то таких прям вот обычаев у нас нету, да. Так хочется, что мы не суеверные. Да, мы не суеверные. Главное, продумать питание, подготовку и так далее. То есть это даёт уверенность в старте. Вот, это самое важное. Быть подготовленным. Да, то есть, ну, продумать. То есть там есть очень тонкие моменты. Вот, рассчитать питание, потому что на такие дистанции мы кушаем. То есть это такие тонкости, которые должны быть учтены для того, чтобы... Ну да, вот во второй части мы сейчас это всё обсудим, потому что такой интересный вопрос, потому что вопрос не только спорта, а не только, ну, наслаждения, как и комфортного существования, но это и вопрос здоровья ещё, да, прежде всего. Как вы вообще познакомились? Вот вы сказали, что вы посмотрели, побежали, как... Ну, знакомы с детства. А, вы с детства, да? А те люди, которые к вам присоединяются, вот, которые вы говорите... Большинство тоже с нами с детства, просто, ну, как бы жизнь разводит людей обычно. Да, а вас сходят. А тут, наоборот, да, стянуло. Ну, некоторые, кто хотел, кому было интересно. А экипировка существует какая-то для спортсмена? И она дорого вообще стоит? Какие-то особые ботинки? Да, должны быть, если это пересечённая местность, кроссовки должны быть с агрессивным протектором, потому что бывает, что после пересечения брода мы вылазим, и там, к примеру, идёт вверх подъём, соответственно, люди выносят на себе воду, да, то есть атлеты, которые бежали ранее, там, может быть, более длинная дистанция, она стартует, как правило, раньше. Соответственно, эти, вот эти моменты все размывают. Для этого нужен агрессивный протектор, то есть кроссовки, которые рассчитаны с выводом воды, чтобы вода выводилась в ногах, не хлюпала, и, соответственно, чтобы легко было преодолевать вот эти вот такие вот участки особо опасные. А одежда какая, Кирилл, должна быть? Одежда тоже водоотводящая. Хлопок? Таицы, нет, их ни в коем случае. Ни в коем случае, да. То есть это, ну, сейчас спортивные ткани, я даже, честно, не знаю, из чего они сделаны. То есть ткань, которая помогает, да, единое целое превращает. У вас на футболке, грубо говоря, вода снаружи, то есть она прям стекается в вас. Хорошо. Сейчас во второй части мы поговорим, мы поговорим уже более конкретно вообще, как бегать, как правильно дышать, питаться, вот все эти вопросы, потому что я сам даже удивлен, что вот есть люди, которые так этим увлекаются и так решают свои, ну, какие-то, наверное, все-таки жизненные проблемы. Делаем небольшую паузу и возвращаемся в студию. Напомню, что это программа «Открытый диалог». У нас сегодня в гостях два ультрамарафонца, то есть это люди, которые бегают марафонскую дистанцию и еще дальше бегут. Вот, а по пересеченной к тому же местности, да, там вода, брод, я уж не знаю, там горы, скалы, сейчас нам об этом расскажут, Владислав Копейкин и Кирилл Олейник. В первой части мы в общем поговорили, теперь давайте поговорим технологически, особенно для тех, кто может быть действительно тоже потом присоединится к вам или будет создавать какое-то свое направление. Кто может бегать? Наверное, надо провериться у врача, тем более вы не в 15 лет начали этим заниматься, да, надо проверить сердечко. Ну, вообще бегать может любой. Это самый доступный, можно сказать, бесплатный вид спорта. То есть ты вышел на улицу и побежал, неважно в чем. То есть мы начинали в обычных кроссовках, в обычных штанах и так далее. И где-то бегали по городу, да? Мы сейчас бегаем постоянно по городу, то есть у нас тренировки наши проходят именно по городу. Сколько бегаете в тренировках? От 10 и выше. Ну, подводясь к забегу 24 июля, мы бегали 30 километров. А вы бегали 30 километров сначала, ну, как там, насколько я понимаю, то есть просто 30 километров, а потом на время 30 километров или как? Нет, у нас в основном тренировки все проходят в пульсовых зонах. Да, только скажите нам подробнее. Да, то есть вернусь к вопросу, который был. Начать бегать может любой. Желательно сделать кардиограмму, что нету противопоказаний. Купить пульсовой датчик, следить за своим пульсом. Почему люди прекращают бегать или отказываются от бега? Они начинают бежать максимально быстро, насколько они это могут. Соответственно, у них поднимается очень высоко пульс, и он их тормозит. А если бы начинали плавно заходить, там, с маленьким пульсом, да, то есть работать, натренировали сердечно-сосудистую систему, тем самым они смогли бы более комфортно и хорошо себя чувствовать и заниматься более долго бегом. Вот, соответственно, так же и мы. Мы сначала бегаем медленно, чтобы потом бегать быстро. Мы тренируем сердце, и потом в большем темпе у нас получается, что минимальный пульс. Ну, то есть вы постепенно приучаете организм, что теперь ты будешь жить так. Со временем просто вы опускаете порог пульсовой свой. Ну, я знаю, что, например, есть даже, если говорить о медицинской составляющей, то даже человеку, который хочет похудеть, и ему прописывается ходьба, она тоже рассчитывается конкретно под его пульс, потому что именно при этом пульсе у него наступает наиболее комфортное состояние. Люди с большим весом, вот у нас есть товарищ, который начинал зимой тренироваться, он начинал бегать практически пешком. Ну да, да, да. То есть у него был очень-очень низкий темп, и за счет этого сейчас он бегает с нами наравне. Когда-то, еще в советское время, была такая фраза «убежать от инфаркта», что-то такое было. И были целые программы, посвященные бегу, где говорилось, что если надо бегать до самой старости, потому что это формирует такой здоровый образ жизни. Но при этом надо же правильно бегать. И вот второй, наверное, этап, насколько я понимаю, это еще правильное дыхание. Вот как вы работаете над этим, и есть ли тут какие-то особенности? В этом вот есть заблуждение. То есть когда я тоже начинал бегать, я думал, что дыхание и, вот как говорят, дыхалка. Да, дыхалка. Слабая дыхалка, говорят. Такого понятия нет. Все зависит именно от пульса. То есть чем выше пульс, тем сильнее вы дышите, тем меньше вам хватает кислорода, тем больше вы задыхаетесь, и вы загоняете себя вот в эту стадию, когда вам уже не хочется ничего. Вот эту стадию мы должны избежать полностью. Вы сейчас рассматриваете некого такого идеального человека, которого... А вдруг у человека легкие какие-то особенности? Ну, это уже надо. Кого-то больше грудная клетка. Это надо сопровождаться с врачами. Кто-то высокий, кто-то маленький. Кто-то... Вот мы же можем видеть, да, вот такой худенький человек бежит и тоже задыхается. И мы понимаем, ну, наверное, ему не хватает. А при этом может коренастый какой-то бежать, да, тоже по-другому. То есть все-таки существуют же какие-то законы правильного бега? Опять же, я вот соглашусь с Кириллом, что все возвращается к пульсу. То есть кардиосистема должна быть натренирована. Если она не будет натренирована, то вам ни дыхалки, ни давления, ничего не хватит. Вам будет просто плохо постоянно. А ноги, икры, пальцы, я не знаю. Это уже отдельная история. Да, то есть есть специальные упражнения, которые, так скажем, укрепляют связки ноги, мышцы. Но также, когда вы начинаете бегать, вы же начинаете с маленькой дистанции. И тем самым ваши мышцы также адаптируются, когда вы растете от 10 километров, допустим, к 50. Вы нарабатываете это все. Вместе с вами работает организм, ваши ноги и так далее. Ну и, соответственно, когда к большой дистанции переходим, важно иметь хорошие кроссовки, которые имеют хорошую амортизацию. Если это большой вес, вот как у нас, да, то есть мы, так скажем, выглядим не как стандартные бегуны. Поэтому нам важно, чтобы у нас были кроссовки, допустим, там, с хорошей аморазиционной подушкой. Вот, для того, чтобы у нас не было ударной нагрузки большой на суставы, к примеру. Теперь о пересеченной местности поговорим. Мы тоже частично уже коснулись. Что входит в эту пересеченную? То есть это фактически вы бежите по всему? Да, в Суздале именно проходит. Там, как его называют, плоскач. Это плоский, без подъемов, без спусков практически трейл. Ну, когда вроде хорошо. Ну, кому-то нравится, кому-то нет. Есть люди, так скажем, извращенцы, которые любят бегать по горам. Ну, есть такие, да. Да, мы в октябре едем, присоединяемся к этим людям. В прошлом году мы в октябре тоже ездили на гору Утоваров в Карельскую область. Или как Ленинградская область? Это в Карелию. Так. В общем, суть трейла в том, что на дистанции могут быть броды, болото, река, поля, перепаханные галька. Ну, абсолютно любой вид покрытия, кроме асфальта. То есть по асфальту нету дороги совсем. Ну, то есть человек должен пробежать где угодно. То есть там, где на велосипеде и даже на лошади уже не проедешь, значит пробежим не пешком, а бегом. Ну, у вас были какие-то самые сложные моменты, когда казалось, что вот здесь мы остановимся? И вам удалось? Можно было бы сделать вставочку здесь такую небольшую. Вам показали видео, где мы были. Болото были вот такие. Болото, да. Так, и чего? Мы вот девушки, не так много сил у них, то есть засасывало ноги так, что мне приходилось рукой залазить, брать ее за кроссовок, чтобы кроссовок грязь не сняла, и вытаскивать рукой ее ногу. Вот из этого болота. То есть это было, ну, оно отвлекло нас. Оно не создает какой-то сложности. Одно дело, когда монотонность, а тут, о, грязь, круто там. Ты кому-то помогаешь, кого-то спасаешь, сам себя вытаскиваешь. То есть это было... Но при этом это же движение, еще в этом же болоте в какой-то степени оно так же вымотало, ну, то есть от него достаточно сил. Но это было хорошим отвлечением от просто монотонного бега. Ну, мы же прекрасно понимаем, что нас смотрят люди, которые думают, о, это ребята встали, и 40 и больше километров бегут постоянно. Это же не так? Вы же где-то останавливаетесь, наверное, пипить воду или есть. Пункты питания, конечно. Как происходит эта остановка? Есть волонтеры на трассах, которые организуют пункты питания, пункты охлаждения. То есть там можно попить, поесть. Ну, там... Насколько по времени? Вот вы до первого... Быстро минуту-две. А, минуту-две. Да, то есть ты заправляешь питьевую систему, если она у тебя есть. Ну, вот на 80 у нас она была с собой. То есть остановки необходимы в любом случае? Ну, вы, ну, разные же люди ездят. Вот я как там на машине едешь, смотришь, красная лампочка мигает. Не, я еще до следующей АЗС дотянул. Вот тут не должно такого происходить? Везде должны быть правильные остановки? Или человек может сказать, я эту остановку пропущу, попробую дальше? В любом случае нужно действовать от самочувствия. Если чувствуешь, что подходит какой-то край, то нужно остановиться, да, и просто либо сойти, либо передышать, поесть, попить и двигаться дальше. Потому что, ну, здоровье, оно в любом случае важнее. Умирать на трассе никто не хочет. Нет, ну, это да, не хочется. А с какой скоростью? Ну, опять же, тут либо на время, либо просто на протяженность. Если мы не о времени говорим, да, о скорости, я имею в виду, кто быстрее. Вот среднестатистическое, какой должна быть скорость у марафонца, чтобы... На какую дистанцию? Ну, хотя бы вот на простую, на самой простой марафонской, хотя простая, 42,2 или 40? 42,2, ну, я думаю, оптимальным можно подготовиться обычного непрофилированного человека, ну, непрофилированного спортсмена конкретно, 5,30 на километр. Ну, то есть 5,30... Минут километр. То есть бег марафонца – это не бег на скорость, когда, как вы говорите, чтобы обязательно вот всего себя вот, да, вложить в эту историю, а это такое, как машина существуешь, да, ты все время как паровоз, пух-пух-пух-пух-пух, у тебя все время все одинаково. Как только ты что-то нарушаешь, система чувствует, как происходит какой-то знак неправильный, верно? Да, ну, лучше минуты к слабости, чтобы не было. То есть желательно преодолевать, ну, то есть максимально быстро, нигде не тормозить, так скажем, на пунктах питания. Необходимое – поели, попили, собравили питьевую систему, одели и побежали. Чем дольше оттягивать, ну, становится тяжелее. Еще чуть-чуть. Хорошо, но вот между этими пробегами у вас проходят тренировки и так далее. Они только заключаются в беге или какие-то силовые упражнения, какие-то плавания или еще что-то? Что еще происходит? Силовые, конечно, мы тренируемся по три раза в неделю. Силовые тренировки. Две у нас тренировки именно беговых. Когда мы подводимся именно к забегу какому-то, то у нас наоборот получается. Три беговых, две силовых. А силовая для чего необходима тренировка? Ну, она также укрепляет мышцы, развивает силовую выносливость. То есть у нас не просто мы как бы качаемся, да, там, как в спортзале. Мы делаем многофункциональные тренировки, то есть, так скажем, типа кроссфита. Вот. То есть, соответственно, это динамика. То есть это работа с силовыми тренажерами, но в динамике, в высоком пульсе. Тем самым нарабатываем силовую выносливость, чтобы мышцы были рабочие. Не просто большие, а именно сильные и выносливые. Ну, вот это сочетание мяса, да, и сала должно быть правильно выстроено, потому что когда только мясо, тоже плохо. Ну, да. Ну, а уж когда только сало, это и так все знаем. Просто мало кто понимает, что если, условно говоря, сделать некий срез мышц, то вот эта вот мясная составляющая, ее нужно регулировать, то есть, чтобы был какой-то сбалансированный механизм. Ну, и завершение нашей программы, конечно, нестандартное. Ну, для большинства людей вообще ходить-то тяжело, чего уж там. Лифт, если лифт не работает, все это трагедия. Для вас-то я понимаю, вы, наверное, на высоких этажах живете, нет? Я на третьем. Не повезло, я на восьмом. Нахожу регулярно пешком. Но я тоже стараюсь хотя бы раз в день на восьмой этаж сходить пешком, потому что, ну, это определенная тренировка. Вот сейчас, отталкиваясь от всего того, что мы говорили, вы уже частично тоже об этом сказали, все-таки человек просто просит, ну, зачем вам это нужно? Вот просто смотрят, люди бегут, 40 километров, 80, 100. Зачем? Это эмоции. Так. Во время бега мы проживаем маленькую жизнь, так скажем. Вот это приключение. Здесь есть разный спектр эмоций. И в конце, на выходе мы получаем такое своего рода блаженство, когда финиш. Это слезы радости, там, поздравления от близких. То есть это когда какие-то большие дистанции. То есть вот именно ради этих эмоций, опять же, вот, как Кирилл сказал до этого, преодоление себя. То есть это вот... Как сказал организатор Голдерынику для Трейл, пока мы бежим, мы живы. Ну да. Ну, главное, чтобы мы бежим туда, куда хотим, а не от кого не убегаем. Ну да, это точно. Спасибо большое. У нас в гостях Кирилл Олейник, Владислав Копейкин, которые ультрамарафонцы по пересеченной местности, как мы выяснили, даже по болотам умеют бегать. Да, почти научиться бы еще по поверхности, да, чтобы выходить. Спасибо большое. Задумайтесь, ведь тоже своеобразно не только проведение времени, но и поддержание своего организма в прекрасном состоянии, что мы видим по нашим гостям. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин